Знакомство с новым поколением Nissan Patrol Утилитарные проходимцы не пользуются уже такой популярностью, потому что умные кроссоверы давно отучили водителя думать, прежде чем съезжать с асфальта В этом плане Patrol старается помочь водителю своей умной системой полного привода Она управляется вот такой вот шайбой и несколькими кнопками Электроника может распознать несколько типов покрытия, на котором вы можете находиться Это асфальт, песок, снег и камни Также шайбой можно выставить один из трех режимов полного привода Автоматически 4H и понижающую передачу Кроме того, кнопочкой можно заблокировать задний межколесный дифференциал для лучшей проходимости Но начнем с асфальта, где нам достаточно было автоматического режима В котором Patrol приводится в движение задними колесами А передняя ось подключается лишь тогда, когда электроника решит, что это необходимо Независимые подвески этой громадины съедают дорожной неровности, даже не поперхнувшись Вселяя ложное чувство, будто дороги у нас внезапно стали лучше Отлично справлялась со своими обязанностями и шумоизоляция На корню пресекая все попытки посторонних звуков, проникнув в салон Лишь иногда мощный мотор с солидным басом ласкал слух Когда мы правой ногой открывали калитку, выпуская весь табун на свободу Удивительно, но при весе почти в 3 тонны Patrol достойно вел себя не только на прямой, но и в поворотах Благодаря гидравлической системе ограничения колебаний кузова Крены были существенно меньше, чем мы ожидали от столь громоздкого и, на первый взгляд, неповоротливого бегемота Кстати, несмотря на внешние размеры этого внедорожника, к габаритам мы привыкли на удивление быстро Но на всякий случай у патрола имеется и несколько электронных помощников Например, система слежения за полосой просигнализирует, если вы покидаете пределы своего ряда И вернет машину обратно на траекторию Правда, у нас патрол возвращался в свою полосу как-то избирательно, через раз Хотя, возможно, виной всему наша разметка Еще одна система следит за слепыми зонами И как только там появляется автомобиль, электроника тут же дает знать индикаторам на внутренней части бокового зеркала Очень удобно, особенно для тех, кто не умеет правильно настраивать зеркала Естественно, в этом автомобиле есть круиз-контроль, но здесь он адаптив Это значит, что он может поддерживать не только заданную скорость, но и дистанцию до впереди идущего транспортного средства Вот перед нами ездит автомобиль Как только он снижает скорость, патрол сам притормаживает И наоборот, если автомобиль увеличивает скорость, то и патрол ускоряется, сохраняя заданную дистанцию Причем патрол способен держать безопасную дистанцию вплоть до полной остановки И автоматически набирать скорость, если впереди идущая машина начала движение Но это все хорошо в городе и на трассе А как же его внедорожные способности? Откровенно говоря, кунать такой солидный внедорожник в непролазное болото у нас никакого желания не было Да и кнопки с надписью «Грязь» среди режимов полного привода обнаружить не удалось Включили режим «Песок», перевели шайбу в режим 4H, активировав постоянный полный привод и гашетку в пол При этом все 560 ньютон-метров крутящего момента электроника старается распределять наиболее оптимально для выбранного типа покрытия В нашем случае главное было не попасть на участки, где этот внедорожник может закопаться под собственным весом Теперь понятно, почему этот внедорожник у арабских шейхов пользуется большой популярностью У них немерено песка, с которым патрол справляется в принципе играюще В особо тяжелых случаях можно заблокировать задний дифференциал и включить понижающую передачу Вот только один совет, выбираясь на такое покрытие, заправьте полный бак Потому что аппетит у этого монстра растет в геометрической прогрессии А кушает этот слон их прям немало Обычный режим езды за 100 километров способен облегчить бак на 20-25 литров В общем, на наш взгляд, у нового Nissan Patrol при всей его солидности, роскоши и комфорте такой аппетит – это, пожалуй, единственный серьезный минус По крайней мере, если у вас нет своей собственной нефтяной вышки Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!